В театре «Астана-балет» состоялась премьера постановки «Жета Казына». Она была создана силами победителей первого республиканского конкурса «Шексахна». Автором либретта выступила Мадина Алданова, композитором Ширен Базаркулова, хореографом Уалитбек-Сиязбек, а сценографом Александра Рычкова. Это очень большая ответственность, большая сцена, профессионалы. И впервые я ставлю под живой звук, под оркестр. И выражаю огромную благодарность всем организаторам конкурса. «Жета Казына» – тема, которая еще не была отражена в балете. Постановка напоминает зрителям о семи сокровищах казахского народа. Это доблестный джигит, добрая красавица, беркут, тазы, быстроногий тулпар, кинжал и мудрость, которую обретают герои. Освещает всем путь золотой шанрак – символ наследия и вековых ценностей. По сюжету спектакля из-за человеческих слабостей, забвения, он деформируется. И герои всеми силами стараются его восстановить. Думаю, наша постановка может понравиться не только взрослым, но и детям, потому как зрители здесь совершают хореографическое путешествие, чтобы собрать воедино все сокровища и восстановить золотой шанрак, который освещает путь, дарит свет, тепло и верное направление. Надеюсь, наша постановка достойно войдет в репертуар театра «Станабалет». Оркестр выступил под управлением маэстро Армана Урузгалиева. В спектакле задействованы талантливые артисты Сундет Султанов, Алия Айтбаева, Назирке Аймухаметова, Айдан Калжан и Аккалин Ургари. Британский музей проводит раскопки в древнем шумерском городе Гирсу на юге Ирака. Большая часть времени проекта была потрачена не столько на раскопки самого города, сколько на расчистку отвалов земли, оставленных французскими археологами более 80 лет назад. В феврале команда обнаружила здесь руины дворца шумерских царей и храм бога войны, охоты и земледелия Нинурты. Возраст дворца оценивается по меньшей мере в 4,5 тысячи лет. Открытие Гирсу французскими археологами в конце 19 века положило начало подробному изучению шумерской цивилизации, ее языка и письменности. Государственная организация «Казахконцерт» имени Розы Баглановой пригласила жителей и гостей столицы на вечер классической музыки. Мероприятие под названием «Флейта и оркестр» прошло с участием зарубежных гостей. Концерт для флейты «Соль-мажор» Моцарта представила итальянская флейтистка Луиза Село. Это не первый мой визит в Казахстан, а уже пятый, и каждый раз я открываю для себя что-то новое. Я наслаждаюсь прекрасным мастерством музыкантов этого оркестра. Я также дала мастер-классы в университете искусств и рада, что мои приезды такие насыщенные. По определению New York Concert Review, талант итальянской флейтистки – это прекрасная смесь экстравертной страсти и подлинной нежности. Карьера Луизы Село включает сотрудничество с Миланским театром Ла Скала, Венским симфоническим оркестром с такими маэстро, как Рикардо Мутти, Бруно Канино и Карл Лейстер. В этот вечер казахский государственный симфонический оркестр выступил под управлением дирижера из Италии Альфредо Сорикетти. Мы подготовили интересную программу. Начинаем с Моцарта и переходим к Шостаковичу. Мы исполняем сочинения двух юных музыкальных гениев. Так, например, Шостакович написал симфонию номер один в возрасте 19 лет. Эксклюзивная программа стала прекрасным украшением концертного сезона столичного оркестра. А сейчас мы расскажем вам о событиях ближайших дней. 6 мая труппа театра имени Чехова представит зрителям комедию «Все сначала». 6 мая на сцене Талдыкурганского драматического театра имени Римовой пройдут гастроли столичного театра «Жастар». Здесь покажут спектакль «Пранк Махабад». 7 мая гости Туркестанского музыкально-драматического театра смогут насладиться комедией био-қыздарай.